Афаур Тема 767, Афаур обувное производство с нуля В блоге ЕЦИК, сервиса создания интернет-магазина за 5 минут, нашла интереснейшую статью о том, как российский дизайнер с нуля создал обувное производство, эта компания называется Афаур. И продает свою обувь через интернет по всему миру. Почитайте полную историю здесь, ЕЦИК ПУНТАРУ БАРРА БЛОК БАРРА ИНТЕРВЕГУЁ НА ФАУР ПУНТА ТМЛ. Если вкратце. Владимир Григорьев работал в рекламном агентстве, когда друг позвал его в свое обувное производство в качестве дизайнера и помощника по рекламе. Ателье изготавливало обувь на заказ. Процесс изготовления был очень долгим. И Владимир понял, что все это надо менять. Нужно более-менее унифицировать обувь, чтобы у. Покупателя был выбор из готовых моделей, не каждый ведь клиент знает, что ему нужно, пока не увидит готовый товар. К тому времени его друг вышел из бизнеса, сейчас фирма называется АФАУР, и Владимир с головой погрузился в процесс обувного производства. Он освоил все стадии изготовления обуви. Прошел все этапы поиска нужных поставщиков. Научился понимать клиентов и подстраиваться под них. В итоге создал интернет-магазин АФАУРТСУСТАМ.РУ, где можно как выбрать готовую обувь, так и с помощью конструктора заказать индивидуальный дизайн. Очень приятно было узнать, что и в России живут идейные люди, для которых важно не столько денег заработать. Сколько создать свое дело? Именно поэтому он смог начать производство с нуля, в кризисный 2008 год, практически в одиночку. И за несколько лет вырастив известный бренд АФАУР, с командой из 10 человек, с собственным производством и с ежемесячным выпуском 270 пар обуви, эта цифра месяц от месяца увеличивается. Из этой истории я поняла следующее. 1. Если загоришься чем-то, то сможешь научиться всему, и обувь делать, и платье шить, и кексы печь. Хотя бы для того, чтобы понимать технологию процесса производства. 2. Начать бизнес можно даже в условиях, когда аналогичное дело бросают твои конкуренты. 3. Всегда есть возможность приобрести дешевое. Оборудование или дешево арендовать дорогое, как случилось с основателем АФАУР, то ли ему повезло, то ли удача поворачивается лицом именно к идейным людям. 4. Не нужно тратить большие деньги на создание интернет-магазина. Вполне можно обойтись готовым конструктором, наш автор воспользовался сервисом ЕЦИП. 5. В сфере производства одежды или обуви всегда можно что-то придумать, когда необходима обязательная примерка. В нашем случае Владимир придумал создание размерных слепых, дешевые обуви, которые в точности повторяют индивидуальные размеры стопы клиента. Эти слепы клиент выкупают один раз, зато последующий заказ обуви производится очень быстро по уже подтвержденным индивидуальным размерам клиента. 6. Ваш товар или сервис чем-то должен отличаться от других. 7. Почта России не так уж и плоха. Во всяком случае, за рубеж она отправляет заказы четко и быстро. 8. Не стоит насиловать своих клиентов навязчивыми рассылками, я с этим очень согласна. 9. Из социальных сетей самыми полезными оказались ВКонтакте, Инстаграм и Фачебак, на остальные можно внимания не обращать. 10. Конструкторы интернет-магазинов ради поддержания своих клиентов дают им очень ценный материал в вопросах бизнеса и интернет-маркетинга, а самых успешных своих клиентов с благодарностью пиарят. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. Субтитры сделал DimaTorzok